С чего я хотела бы начать, так это с того, что узнать, какое количество людей у нас занимается танцами, да. Пожалуйста, напишите, занимаетесь ли вы танцами и, если да, какими и как долго, чтобы я примерно представляла, какая аудитория у нас собралась. Напишите, пожалуйста, в чате. Угу. Угу. Я вижу пока tribal и отсутствие занятий каких-либо. Даже если вы занимались какими-то физическими нагрузками, любыми там йогой, да, еще что-то, тоже опишите это. Или это фитнес. Угу. Угу. Так, прекрасно. Йога. Так, ну, примерно понятно, что где-то 50 на 50 у нас. Кто-то вообще не занимался, кто-то действительно имеет физическую подготовку. Ну, хорошо. Итак, сегодня у нас будет практическое занятие, и оно будет таким экскурсом в дальнейшие наши занятия, которые будут идти в декабре. Это будет вводный курс. Он будет проходить два раза в неделю. Там, по расписанию, вроде бы, вторник или четверг. И он будет вводный и начинающий. То есть для начинающих. И сегодня я хотела бы вас познакомить с различными упражнениями. И не просто упражнениями, да, а дать понять вообще, для чего они нужны. Так как мои занятия, они направлены на... Не только на то, чтобы научить вас танцевать, да, двигаться красиво, управлять телом. То есть полный контроль, понимать, над дыханием, научиться расслабляться. Но и помочь вам вообще осознавать свое тело и понимать вообще, для чего нужно то или иное движение. Потому что действительно очень многие совершают какие-либо движения в танце или в обычной жизни бытовой. И не представляют, что происходит с телом. На самом деле это очень интересно. И если подойти к этому осознанно, то можно что-то подкорректировать. И это будет влиять позитивно на ваше здоровье. Соответственно, здоровье это у нас и красота, и грация, и молодость, и просто хорошее настроение. Итак, давайте приступим. Работать мы будем следующим образом. Я демонстрирую вам упражнения, такие-либо движения. Вы повторяете. Какое-то время мы с ним работаем, да, я объясняю вам хорошо, подробно. А дальше, после этого, я подхожу сюда, и мы общаемся с вами в чате, и вы задаете вопросы, если что-то не получается. Если все отлично, то мы идем дальше. Хорошо? Вот, давайте начнем. Я отойду немножечко подальше. Мы начнем с очень простой разминки. С очень простой разминки. Так как времени у нас мало, мы будем сегодня в таком сжатом формате работать. Разомните, пожалуйста, вашу ножку, стопу, вот таким образом, по кругу, вместе с ногой. То есть задействуется и ведро тоже. Повращали одной ножкой наружу, теперь вовнутрь. То же самое, но вовнутрь. Отлично. Следующая. Другая ножка наружу. Задействуем тазобедок на сустав, колено. И вовнутрь. И вовнутрь. Хорошо. Колени по кругу в одну сторону. И в обратную сторону. Разминаем, разминаем, разминаем коленочки. Ага. Хорошо. Бедра. Стопы поставьте на чернив лишь, даже немножечко пошире. Присядьте. Присядьте таким образом, чтобы ваш таз провернулся и спинка была очень ровной. То есть без прогиба в пояснице. Уберите таз, подтяните его на себя. Нижний пресс. И продолжаем. Колени и стопы смотрят в одну сторону. Немножечко поприседаем. И каждое бедро вверх, 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 вверх и вверх. Угу. Хорошо. Соединяем ножки и вращаем только таз. Только бедра по кругу. Стопы на месте, грудь на месте, голова на месте. Угу. В обратную сторону по кругу. Отлично. Остановили бедра в корпус. Попробуйте сейчас расслабить ручки. Расслабьте тело и поворачивайтесь. Спокойный вдох. И медленный выдох. В обратную сторону. Наблюдаем за дыханием. Оно должно быть ровно-ровно. Отлично. Ручки разогреваем. По кругу движения. По кругу, по кругу, по кругу. Сейчас вспоминаем детство. Да, очень легкое, свободное такое движение. Угу. Расслабьте ручки. Они летят под собственным весом. Быстрее, 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 быстрее. И в обратную сторону. Раскрываем большой круг. Прорисовываем кружочек. Замечательно. Стряхните ручки, расслабьте их. Ручки в горизонталь, параллельно полу. И по кругу от локтя. Сейчас все суставчики проработаем. Угу. В обратную сторону. Спокойный вдох. И выдох. Отлично. Стряхните ручки. Прячьте большие пальчики в кулачки. Раскройте ручки в горизонталь. И проверните. Большой-большой кружочек делаем. В обратную сторону. Вы должны чувствовать натяжение в запястьях и мышцах по рукам. Угу. Стряхните ручки. Отлично. Соедините замочек. И проверните вот такой вот змейкой. Ага. Старайтесь каждый пальчик приклеить к ладошке. Проворачиваем, проворачиваем, проворачиваем восьмерочку. Старайтесь, чтобы ваши локти не ходили слишком высоко, да? Они как будто бы лежат на одном месте. В обратную сторону. В обратную. Если идет с трудом, ничего страшного. Попробуйте сосредоточиться и провернуть в обратную сторону. Хорошо. Стряхните ручки. Угу. И вращение головой. От плеча до плеча и обратно. Вдох и выдох. Итак, приступим. Вдох спокойный. И выдох плавный. Вдох. И выдох. Еще разочек. Вдох. И плавный выдох. Хорошо. Положите ручки на голову сзади, на затылочек. Придерживая голову, поворачивайте то же самое сзади движение. Вдох. И выдох. Расслабьте шею. Снимите напряжение с шеи. Вдох. И выдох. Хорошо. Стряхнули ручки. Сейчас мы немножечко разогрелись с вами. Основная позиция travel fusion, когда стопы у вас параллельно. То есть мы будем работать сейчас на таком корпусе и с такими ножками. Смотрим внимательно. Стопы параллельно. Между стопами вмещается примерно еще одна стопа. Коленочки у вас мягкие. Мягкие колени, когда вы слегка просто их расслабили. То есть не нужно садиться сильно, глубоко. Попробуйте колени просто расслабить. Расслабили коленочки. И проверните таз вниз. Из вот этого положения, когда у вас идет естественный прогиб в спине. Проверните. Это мы делаем для того, чтобы не травмировать мышцы поясницы. И, собственно, позвоночник. Провернули. Удерживаем эту позицию. Проворачиваем плечи назад. И раскрываем ручки. Еще разочек. Проворачиваем плечи назад. И раскрываем ручки. Покажу это со спины, что происходит. Плечами и с лопатками. Провернули. И раскрыли. Провернули. И раскрыли. Как будто бы вас кто-то за локти растащил. Провернули. И раскрыли. Опустили. Плечики тянутся назад. Грудь высокая. Таз подтянут. То есть мы с вами находимся в очень красивой осанке. Осанка, собственно, это то, что будет таким явным образом сказываться в первую очередь во внешних проявлениях ваших. То есть осанка у вас начнет меняться. В лучшую сторону. Мышцы спины будут укрепляться. И, собственно, мышцы рук тоже. Хорошо. Продолжаем. Еще разочек. Повторим. Стопы параллельно. Колени мягкие. Нижний пресс подтянули на себя. Провернули плечи. Растащили локти. Грудь подняли наверх. Отлично. Поработаем сейчас на область бедер. Что мы будем делать? Мы проделаем с вами вот такой вот маятник. Каким образом это делается? Очень подробно объясняю. Одно бедрышко сейчас поворачиваем по кругу. Второе пока расслабьте. Оно будет работать по инерции. Поднимается бедро как будто бы в подмышку. Затем по полукругу вниз. И подтягивается к себе. Вертикально вверх подмышку. По полукругу вниз. И к себе. Попробуйте сделать это непрерывно. Одним бедром. По кругу. Отлично. Пробуем это сделать. Здесь основной критерий такой, что вы работаете параллельно экрану. То есть старайтесь, чтобы ваше бедро не смещалось назад в диагональ или в переднюю диагональ. То есть все время параллельно экрану движемся. По кругу. И то же самое с другой ногой. Ваши пятки могут отрываться от пола. Либо находиться в состоянии, то есть полного контакта с полом. В зависимости от растяжки ваших мышц. Второе бедрышко делает то же самое. Поднимаем бедро вертикально вверх. Отводим четко в сторону. Вниз опускаем и к себе. Поднимаем вверх. Отводим в сторону. Вниз и к себе. Вот, пожалуй, самое такое место трудной будет. Это отведение бедра вниз. Потому что требует глубокой растяжки мышц. Хорошо. Соединяем эти два кружочка в одно целое. Такой вот рисуем сейчас знак бесконечности. Итак, одно бедрышко, подъем в сторону, вниз, к центру. Тут же выталкивается второе. Подъем в сторону, вниз, к центру. Подъем в сторону, вниз и к центру. Подойду поближе, чтобы было видно, что происходит. Старайтесь соблюдать изоляцию движения. То есть проработайте сейчас только область бедер. Посредоточьтесь только на ней. Попробуйте осознать, как идет движение. Какие мышцы вы чувствуете. Какие мышцы бедер. Какие мышцы где-то еще по телу напрягаются. Почувствуйте сам процесс от движения. Потому что движение на самом деле не простое для начинающих. Кому-то это легко дается от природы. Кому-то, наоборот, тяжело это сделать. По кругу. Одно бедрышко, по кругу другое бедрышко. Старайтесь грудь держать неподвижной. Вот. Хорошо. Давайте сейчас вы напишите в чате, какие возникают трудности с этим движением. Напишите, пожалуйста. Все ли понятно? Если все понятно, ставьте плюсики. Если что-то непонятно, напишите, что непонятно. И какие трудности? Боль в каких мышцах? Боль пошла в мышцах живота. То есть это может быть по разным причинам, но самое распространенное, если у вас все в порядке со здоровьем, то это может быть именно просто спадм мышечный от перенапряжения мышц. Потому что, когда идет движение, то действительно мы напрягаем мышцы живота. Мы делаем подъем, напряжение мышц живота, оттяжка напряжения, вот. То есть за счет того, что пережали мышцы. Низ спины. Так. То есть низ спины, это что? Это тоже боль там или что? Это кому-то все вспоминается. Напряжение. Понятно. Да. Действительно, там могут быть такие ощущения напряжения в мышцах поясницы и мышцах живота. Как раз, чтобы снять напряжение в мышцах поясницы, мы и проворачиваем таз на себя, чтобы не травмировать. Как только вы отводите таз и пытаетесь это сделать, мышцы перенапрягаются. То есть опустите копчик, подтяните нижний пресс и попробуйте это сделать. Вот. И был такой еще вопрос про пятки, то, что они отрываются. Это нормально на начальном этапе, то есть абсолютно нормально. Если у вас ножки не ложатся на пол полностью, ну как бы ничего страшного пока, пусть они идут своим ходом. В дальнейшем мышцы живота, глубокие внешние и мышцы бедер и поясницы немножечко растянутся до нужной кондиции и вы встанете полностью на стопу. Так что не переживайте. Да, действительно, могут возникнуть сложности в том, чтобы держать поясницу прямой. Потому что для нас это непривычное состояние, но в той же, например, йоге, то есть это базовое положение тела. В травле то же самое. В начале немножко будет трудно это контролировать, удержать поясничку вот в таком положении, но в дальнейшем мышцы прокачаются, выстроится корсет мышечный, и это будет абсолютно естественно. И более того, это является более здоровым положением тела, так как мы освобождаем позвоночник и даем ему возможность нормально функционировать. Как должны двигаться колени? Вот, очень хороший вопрос. Спасибо, Люба. Как двигаются колени? Они действительно могут у некоторых расходиться. Сейчас я покажу колени, что с ними происходит. Здесь они не должны расходиться. Они должны быть направлены четко на экран, четко вперед. То есть как только у вас начинают расходиться колени на этом движении, это означает, что вы высвобождаете бедра и, так скажем, нагрузку берут на себя, собственно, не они, а ваши колени и стопы. Повторяйте сейчас колени, немножечко даже скосолапить, таким образом встать и поделать. Это для того, чтобы не разъезжались колени. Это касается только тех, у кого они уходят в стороны. Чуть-чуть косолапили и попробуйте сделать то же самое. Вот. То есть колени можно попробовать изначально удерживать таким образом. Вот. Насчет колен, я думаю, что все понятно. Так. Хорошо. Это движение мы пока завершили. И что хотелось бы сказать насчет него, то что вот это движение, оно направлено на работу мышц малого таза. И, собственно, здесь, я думаю, что многим понятно, что это и подготовка к родам, и восстановление после родов, и профилактика вообще любых женских заболеваний, и, то есть, синдром ПМС, и прочее, прочее, прочее. Все, что связано с женским здоровьем, то есть вот это упражнение и ряд других, конкретно на область таза, то есть помогает сделать, улучшит ваше здоровье. Вот. Поэтому побольше обращайте внимание именно на бедра, на их работу. То есть старайтесь осознанно подходить, старайтесь чувствовать, что происходит внутри, и не только снаружи. Вот. И тогда дело пойдет быстрее. Как только вы обращаете внимание на ту область, с которой вы работаете, вы начинайте работать и осознавайте это быстрее. Премиуми. Вот тоже хороший вопрос. Такая вещь, знаете, она... Можно заниматься, если она такая неактивная, неактивная фада. Если там все плохо, то, конечно, лучше не заниматься. Если у вас она в затухшем состоянии и никак себя не проявляет, а просто есть, то вы можете заниматься аккуратно и понаблюдать за тем, что происходит. Если не наступает ухудшение состояния, то, пожалуйста, занимайтесь, то есть это даже полезно. Если что-то меняется, то, естественно, вы полностью останавливаетесь занятия и консультируетесь с врачом. То есть вот таким образом. Либо можете сразу проконсультироваться с вашим врачом, если вы не уверены. Да? Можно или нельзя. Так, ограничения по возрасту. Ну, пожалуй, вообще, в принципе, трэпитрайвлом, ну, детям совсем маленьким нельзя, потому что идет формирование осанки, формирование вообще всего организма. Можно заниматься, но не всем, так скажем, не всеми движениями, не всеми упражнениями и очень аккуратно со специалистами, такими детскими, так скажем, специалистами. А женщинам дальше, вот таким полувозрелым, так скажем, уже можно заниматься до бесконечности. В плане возраста. Вот. Я думаю, что я ответила на вопросы. Давайте двигаться дальше, потому что наше время тоже неизбежно движется вперед. И следующее упражнение, которое мы проделаем, это будет упражнение на ручке. На ручке. То есть мы с вами просто поворачиваем плечами, но каким образом мы это сделаем? Мы остановим наши ладошки. То есть ладони и руки в целом не будут ходить за плечами. Это неверно. Попробуйте представить, что вы положили ваши ладошки на какой-то стол невидимый или на какой-то порочень, да, на какой-то, и вращаете плечиками. Если же не получается представить, да, и все равно движение идет за плечами, попробуйте положить запястье, не пальцы, не ладошки, а именно запястье. Вот сюда, на косточке. Либо чуть пониже. На тазобедренные вот эти вот уставчики. Вот. И попробуйте сделать то же самое. Повращали. Повращали. Если вы положите ладошки или пальцы, то руки будут дальше двигаться, поэтому постарайтесь зафиксироваться именно запястьями. Вот. Что здесь нам необходимо, помимо запястьей? Локоть тоже не должен двигаться за плечом. То есть локти направьте в стороны. Вот. Чтобы они не совершали движений вот такого. То есть неподвижные запястья, неподвижные локти, изолированы только плечи. И самое важное это расслабить мышцы лица. Да. Потому что все вот это вот соединяется и мышцы лица тут же хотят натянуться вместе с плечами назад. Поэтому попробуйте расслабить мышцы лица. кому-то это можно открыть нижнюю челюсть как можно ниже, да, и расслабить. Кому-то это просто делать кому-то просто осознанно подойти к тому, что мышцы лица расслаблены. Вот. Хорошо. Итак, вращаем плечами назад. Хорошо. А теперь вперед. И помним про дыхание. Спокойный длинный вдох и медленный выдох. Вращаем, вращаем, вращаем. Если у вас получается поставить ручки и не двигать активно ладошками, пожалуйста, поставьте ручки горизонталь. Горизонталь практически. Время. Хорошо. По одному плечу назад, 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 назад. Грудь выше держим, а клопчик подтянут. Помним про это. То есть все положение вашего тела должно быть изящным и стремиться к совершенству. Поэтому старайтесь держать корпус как можно более вытянутым вверх. а плечи при этом старайтесь расширять в стороны, чтобы вы тянулись в стороны и вверх. Отлично. Стряхните ручки и потяните немножечко. Потяните, потяните, потяните и посмотрите в противоположную сторону. Хорошо. Отпустите ручку, проверните. Круговым движением заведите ее назад и потяните здесь. Не перегибайте шею и тяните немножечко в диагональ вниз. Вниз в диагональ. Расслабили ручку. Расслабили. Другую потянули. Посмотрели в противоположную сторону. Отпустили, расслабили и закинули за голову. легкое нажатие на локоточек. Вытягиваем вот эти вот мышцы и расслабляем ручки. Округлите верх спины, расслабьте шею, то есть потяните лопатки вверх, расслабьте шею. Хорошо, достаточно. Работаем опять наверх спины. Мы сейчас будем делать следующее упражнение. Возможно, кто-то его видел именно в записанных уроках. Я тебе подробнее объясню, как это делается. Плечики наши находятся в базовом таком состоянии первом, которое я вам демонстрировала именно в положении корпуса и ног. Плечи проворачиваем, опускаем вниз, раскрываем. И из этого положения двигаем локоточки назад и чуть-чуть наверх. То есть такая небольшая пульсация идет. Небольшая пульсация. Мы с вами работаем на лопатке. Укрепляем сейчас верх спины. Возможно здесь у кого-то устанут немножко ручки. Тряхните их, расслабьтесь шею и вновь потянитесь верхом спины туда к потолку. Хорошо. Достаточно. Следующее, что мы делаем, дальше мы работаем с руками, мы работаем на локсилобе с устак. То есть попробуем сейчас сделать следующее. Провернуть локоточек назад и вперед. по такому полу кругу. А как мы это делаем? Опять-таки в Трайвле очень много изоляции, поэтому если кто-то смотрел видео Трайвла, то наверняка восхитились тем, как красиво и как вот точечно, очень мелко двигаются мышцы у танцовщиц Трайвла. И это благодаря тому, что достигается очень-очень такая изоляция сильная. Попробуйте вот это проделать. Наша задача удержать кисть неподвижной и плечо. Вы можете немножко согнуть локоточек, увести руку в диагональ и из этой позиции поработать. Если у вас не получается, попробуйте сейчас руку положить на что-то и удерживаясь делать то же самое. Либо упереть вот так вот стену. Если вы обопрётесь. А стену здесь не видно вам показать. То есть будет двигаться вот таким образом. У кого всё получается, попробуйте руки сделать абсолютно прямыми и проделать то же самое. То есть не уводить в диагональ и не сгибать, а сделать их абсолютно прямыми. Это для тех, у кого всё получается. Кому тяжело даётся, ещё раз закрепите вашу кисть на чём-либо, на какой-то поверхности и старайтесь провернуть. Но так как мышечная память у нас действует, то старайтесь работать без какой-то внешней помощи, да, потому что мышцы привыкают и уже сами потом ленятся работать. Старайтесь сразу совершать работу самостоятельно. То есть вы можете придержаться какое-то время там за что-то, чтобы понять, как идёт движение. А дальше включайтесь сами, отпускайтесь и две ручки одновременно. Провернули, назад, полукруг, вперёд, вверх, назад, полукруг, вперёд, вверх. Хорошо. Стряхните ручки и напишите пожалуйста сейчас вот конкретно по локтям сложный процесс получается или не получается. Какие ощущения возникают? Напишите пожалуйста. Угу. Хорошо. Словно на интерес. Вот. Действительно может быть левая хуже правая или правая хуже левая в зависимости от того, кто вы левша или правша. И наша задача на занятиях как раз уравновесить левую и правую сторону тела, а также левая и правая полушария, чтобы мозга, чтобы вы могли быть симметричным. Угу. Да, действительно, как только вы начинаете сосредотачиваться, начинает все работать, все включаться в процесс, все мышцы. Угу. Угу. Прекрасно. Хорошо. Я рада, что это упражнение вызвало в вас такой вот интерес и включение мышечное. Ага. Действительно, кисть хочет развернуться, помочь локтю. Угу. Хорошо. То есть с этим мы будем продолжать работать на наших занятиях. И для чего нам это нужно? Потому что, например, в танцах пользуются очень разные волны руками и страивные они настолько интересные, настолько грациозно двигаются руки и волшебно просто, что их движение завораживает. И первого раза совершенно не поймешь, каким образом это получается. да? И для того, чтобы понять, нужно как раз разобрать все по частям, проработать каждую часть и дальше пройти вот к этим красивым волнам. То есть в право волне мы подключаем и кисть, и локоть, и плечо. И кисть, и локоть, и плечо. То есть очень интересная волна. Так, хорошо. Идем дальше. Это мы немножечко познакомились с ручками. Естественно, в нашем курсе, вот в начинающем, мы будем гораздо больше времени уделять рукам, бедрам, спине, животу. То есть сейчас я делаю просто такой вот беглый-беглый обзор того, с чем мы будем работать. Сейчас я хотела бы вам показать работу на мышце живота. То есть что мы будем делать с нашим животиком? что мы будем делать с нашим животиком? Животик это, как известно, такая колыбель жизни для всех людей. И основное, что нужно нам учесть при работе с животом, это дыхание. То есть сейчас мы будем совершать различные манипуляции интересные, двигаться как-либо, но при этом нужно сохранить очень ровное дыхание. сразу оговорюсь, что большинству из вас это не удастся с первого раза, это практика, там кому-то нужен месяц, кому-то нужно два на то, чтобы поставить правильное дыхание. Но зато, научившись управлять дыханием во время движения, вы сможете красиво танцевать, долго танцевать, и вообще в принципе перевести это в обычную жизнь, то есть контроль над дыханием. Итак, мышцы живота. Мы сейчас будем работать над вот этими двумя прямыми мышцами абдоминальными, то есть они начинаются вот отсюда и где лобковый кость заканчивается. Две параллельные мышцы. Мы разделим их зрительно на две части, на верхнюю и на нижнюю. Что мы делаем с верхней частью? мы попробуем подвигать следующим образом. Вот таким образом тягиваем вовнутрь, вовнутрь, вовнутрь вот эту вот часть мышечную. Видно ли? Напишите, пожалуйста, хорошо ли видно манипуляция с животом и понятно ли, что происходит, что двигается именно сверху. Да, отлично, сейчас тогда буду объяснять, как это происходит. Что мы делаем? Для тех, кто это делает впервые, для тех, кто это делает впервые, попробуйте сейчас сделать глубокий вдох и с выдохом расслабить верхнюю часть тела. То есть расслабьте плечи, расслабьте грудь, опустите ее. То есть повисните вот как будто бы вы целый день работали, устали, пришли отдохнуть. Еще разочек. Глубокий вдох и с выдохом проваливаем вот эту верхнюю часть вовнутрь и расслабляем полностью грудь. Вдох и выдох. Провалили. То есть вот она, эта мышечка ушла вовнутрь немножко. Низ живота под давлением округлился. Вот. Он должен быть расслаблен и под давлением верхней части округлиться. Ага. Вот. Если все получается, пробуйте двигаться вовнутрь. То есть напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление. Если у вас все отлично идет, не сутультесь, распрямляйтесь и проделайте то же самое. Только верхняя часть живота. Угу. То есть это для тех, у кого все отлично идет. Кому трудно, еще раз, опустились корпусом, расслабились, провалили вот эту часть и аккуратно, как будто бы кто-то сзади подтягивает. Тянем, тянем, тянем вовнутрь. Подтянули, расслабили, подтянули, расслабили, подтянули, собрали и расслабили. Низ живота расслаблен полностью, он округляется, вверх работает. Подтягиваем, расслабляем, подтягиваем, расслабляем. Да, с дыханием это прям вот, я уже это отзвучивал. И дыхание здесь должно быть ровным, то есть вы можете в этом убедиться, потому что я работаю с мышцами и разговариваю с вами, да. Собственно, как попробовать поправить дыхание, привести его в норму? Попробуйте затянуть мышцу и подышать при этом, при затянутой мышце. То есть не опускайте ее, подышите. Хорошо, тянули, подышали, отпустили. То есть дыхание это то, что придет со временем и с практикой постоянно. И скажу вам сразу, что на это не нужно много времени, то есть максимум два месяца на установку дыхания. хорошо. Отлично. Эти же мышцы, но снизу. То есть чтобы была разница видна, я просто покажу, продемонстрирую. Вот это верхняя часть, а вот это нижняя часть. Вот это верхняя, вот это нижняя. Верхняя, нижняя часть. То есть мы сейчас расслабляем вверх, мышцы, мышцы, живота сверху и работаем снизу. То есть там, где матка, мы стараемся подтянуть животик пока как будто бы вот сюда, во внутрь, как будто бы к кресту. Подтягиваем, расслабляем, подтягиваем, расслабляем. Если вы отлично чувствуете низ живота, если есть такие, кто занимается трайвлом или востоком, попробуйте немножечко углубить вашу практику и провернуть низ живота не сюда подтянуть его к центру, а провернуть как будто бы пупочек ваш хочет посмотреть на пол. То есть не к центру, а на пол. То есть еще такой вот ролл прокатить. Ролл. Вот. Мы сейчас продолжаем работать с теми, у кого это трудно получается, но кто очень хочет и борется, чтобы животик заработал, да, попробуйте встать в такое положение, что вес тела переносится немножко вперед. Не так, чтобы вы падали и вас заносило, а относительно комфортно. Заведите для этого ручки назад и поднимите грудь наверх. Вот. Расслабьте низ живота, полностью расслабляем отпускание низ живота и начинаем подтягивать. То есть если вы не расслабите низ живота, то вы не сможете его подтянуть, потому что он уже подтянут. Важное условие это расслабить низ живота. Попутно расскажу, что это естественно самый лучший массаж для всех внутренних органов, для брюшной полости, для репродуктивной системы женской. То есть это просто супер движение. Как раз при миомах будьте здесь осторожны. То есть это прямая манипуляция на матку. То есть если вы чувствуете, что все отлично, то можно продолжать. Хорошо. Да, у большинства вот низ живота может не слушаться совершенно. Но опять говорю, это временный эффект. То есть контролю все поддается. Я когда-то тоже это все не чувствовала. Понятно. Да, действительно, может не получаться. Это нормально. Не расстраивайтесь, что не разделяется. Ну, как бы, да, потому что мы не использовали никогда живот в каких-то целях, кроме складывания еды. Да, еще чего-то такого интересного. Сейчас мы пробуем поймать контроль над мышцами. И это не просто для нашего мозга, потому что это еще одна нейронная связь должна образоваться. Хорошо. То есть вот таким образом. Мы попробовали сейчас проработать вверх, проработать вниз. Быстро не нужно. Если не получается быстро, это ничего страшного. Наоборот, чем медленнее вы работаете, тем осознаннее вы подходите к своему телу, и тем лучше становится ваша техника. Отлично, молодец. Косые мышцы живота. Вот здесь внешние косые мышцы живота, и под прямым углом к ним прилегают внутренние косые мышцы живота. Мы работаем над вот этими кусочками сейчас. Что мы делаем? Мы пробуем затянуть в одну сторону низкосочек низкосочек живот раз потянули отпустили в центр и в другую сторону потянули отпустили. Каким образом мы тянем мышцы живота то есть мы их напрягаем по диагонали то есть вот от этого бедра под вот это ребро то есть как будто бы такой вот жгутик проходит вот такой вот жгутик проходит потянули опустите немножко вот это бедро вниз а ребрышки поднимите вверх тогда вы почувствуете вот это натяжение как раз вот здесь вот с этой стороны где работает бедро все натягивается отпускаем в другую сторону раз стянули теперь вот это бедрышко вниз а вот эти вот эти ребрышки вверх стараемся вытянем вверх 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 а вообще это нужно делать именно животом именно животом если не получается почувствовать попробуйте немножко сместить корпус и поднять его вверх сместить поднять вверх сместить поднять вверх пожалуйста пока не пишите в чате я вас не могу прочитать я сейчас объясню и подойду то есть вот таким образом можете зафиксировать бедра а подвигать корпусом и тогда вы почувствуете эти мышцы то есть тяните ребрышки как будто бы в потолок как будто бы в потолок они хотят уйти а бедра держите максимально неподвижными то есть вы сразу почувствуете эти косые мышцы хорошо какие вопросы возникают так напишите где трудности именно вот в косых мышцах для чего мы это делаем я сейчас пока расскажу то есть помимо здоровья которые несут эти манипуляции с животом помимо того что это очищение хорошее очень кишечника это микроциркуляция крови то есть это просто вообще супер массаж и мы подготавливаемся с вами вот таким бейли-роллом очень красивым движением живота то есть это может быть во все стороны так вовнутрь так и наружу вправо влево куда угодно мы можем двигать животом и это очень красиво особенно если вы в танце это примените это просто замечательно если вы делаете это просто для здоровья то тоже очень хорошо так даже жарко стало отлично тянется сзади вы имеете ввиду спина тянется мышцы спины нулевой подготовкой это невозможно очень короткий промежуток времени вы в этом убедитесь потому что очень большое количество девочек которое прошло через мои занятия в этом уже убедились требуется говорю максимум два месяца это по два раза в неделю ну сколько там получается 16 занятий что ли вот и вы начнете чувствовать вот эти мышцы живота и кто-то из вас даже уже будет делать болерол да почему мышцы на пояснице потому что здесь напрягаются например и абдоминальные мышцы живота и они напрямую прилегают к мышцам поясницы и то есть это абсолютно естественно что вы чувствуете мышцы на спине ну плечи потому что они тянут за собой ребра косые мышцы и дыхание да но про дыхание еще раз говорю я уже сказала потому что да действительно ну это вот самое пожалуй самое сложное в болеролах в работе с животой с животом это дыхание вот потому что мышцы вы научитесь чувствовать быстрее скорее всего чем вы выровняете свое дыхание вот но ничего страшного то есть дыхание тоже станет ровным можно даже петь песни в процессе болерола вот хорошо мы сейчас немножечко совсем коснулись мышц живота и к сожалению у нас время подходит к концу и я хотела бы узнать понравился ли вам вот сегодняшний мастер-класс я конечно понимаю что вы увидели совсем совсем маленькую долю этого просто огромнейшего танца огромнейшего направления и телесных практик которые я включаю в свои занятия но тем не менее если понравилось то я хотела бы вас пригласить на курс такой начинающий курс который будет длиться до конца декабря это всего навсего 7 занятий и дальше после декабря мы продолжим еще после праздников вот Елена вам кинула сейчас ссылку на то чтобы вы могли пройти на эти занятия вот если вам интересно работать над своим телом если вам интересно свое здоровье улучшить и сохранить поддержать его да если интересно то есть обрести гармоничную форму фигуру и вообще выстраивать позитивные отношения с миром с окружающим и самой собой то приходите на наши занятия я вам обещаю что будет интересно это точно и очень полезно вот я тоже вас благодарю что вы сегодня были здесь и трудились над собой вы молодцы Лена ну что я передам тебе микрофон или мы завершаем на этом наше занятие вот прекрасно нет я тоже хочу сказать несколько слов благодарности Анечка спасибо тебе за великолепное занятие дорогие друзья вы не видели всей красоты этого танца мы вам пришлем вместе с записью этого вебинара пришлем от Анны она нам предоставит запись своего танца чтобы вы могли посмотреть как это выглядит для чего эти все занятия проводятся то есть каких высот можно достичь и как это красиво просто глаз не оторвать поэтому ждите от нас рассылочку завтра завтра получите посмотрите вот и на следующее занятие во вторник мы вас очень ждем Анечка здесь есть вопрос чем отличается вступительный курс от основного так вступительный курс от основного то есть во вступительном курсе мы с вами то есть совсем так скажем немного коснемся какой-то базы страйла движений мы подготовим тело мы поймем над чем мы будем работать дальше то есть опять-таки хороший хороший обзор и подготовка и вы уже будете чувствовать как минимум мышцы живота где-то мышцы бедер мышцы спины то есть это очень хорошая подготовка уже мышечная для дальнейшего курса вот и в дальнейшем курсе мы уже будем соединять какие-либо движения в два в три движения то есть в связки в каскады в очень интересные то есть работать гораздо глубже вот таким образом такое отличие длительность вступительного курса и основного длительность вступительного курса у нас семь уроков семь занятий и это это будет в течение декабря дальше будет опять-таки основной начинающий курс он будет длиться два месяца опять-таки там будет какой-то такой плавный переход на еще более продвинутый курс и он вот этот третий продвинутый курс он будет длиться так скажем бесконечно и туда могут входить вот люди которые уже прошли вот эти первых два курса подготовленные так скажем которые могут и чувствуют более-менее свое тело из этого тела уже можно что-то лепить дальше вот да вижу благодарность я тоже вам очень благодарна да спасибо Антинка еще раз записи будут друзья завтра пришлю вам записи этого мероприятия и запись танца тоже отправим мы будем отправим вам в одном письме чтобы вы могли увидеть в этой упражнении вот это которое сегодня было связка просто отдельных упражнений она не дает представления о самом танце а он прекрасен поэтому обязательно мы вам пришлем чтобы вы посмотрели запись будет вчера пропустили занятия но Анечка ты вчера проводила занятия с какой-то группой вчера не было вчера занятия не было вы наверное какое-то другое занятие пропустили у нас сегодня первое занятие возможно похудеть однозначно Наталья да Анечка можем похудеть можно Можно похудеть при совмещении со здоровым питанием. То есть, если вы совмещаете, то супер. Вообще похудение точно гарантировано. Если вы едите все подряд и танцуете, то нет, вряд ли. А ты будешь давать какие-то рекомендации относительно питания? Да, можно, но это скорее отдельным занятием. Потому что в течение занятия по танцам будет тяжело как бы сочетать это все. Все. Можно сделать отдельное занятие. Это было бы, конечно, очень здорово, чтобы то, что сопутствует еще дополнительно красоте, здоровью, всему этому вместе с движениями, если это в комплексе можно дать, то это было бы вообще просто супер. Да. Ну что ж, дорогие друзья, тогда на сегодня все. Завтра ждите от нас новости с записью сегодняшнего занятия. И с танцем, со ссылочкой на танец, где вы сможете посмотреть в исполнении Анны. Да, занятие плава, но, друзья мои, цена настолько символична. Просто пройдите по ссылке и посмотрите. Цена очень символична. Все, я прощаюсь, Лена. А то мне пора бежать. Ребенок ждет. Все, пока-пока всем. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...